Вероника сегодня задаст нам 8 вопросов, на которые я постараюсь ответить. Вопрос связан с одной из причин отказов в американской визе по статье 214b. Всего их 30. Мы разбирали порядка 10 причин, их можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Сегодня мы поговорим о компетенции миграционных офицеров. Это, я считаю, одна из основных причин, по которым заявитель на американскую визу получает отказ. Итак, Вероника, я слушаю твои вопросы. Так, первый вопрос. Кто такие Стив Линник и Стив Буччи? Да, интересный вопрос. Итак, Стив Линник и Стив Буччи. Начнем с первого, со Стива Линника. В 1987 году в Госдепартаменте Соединенных Штатов Госдепартамент, это то же самое, что Министерство международных отношений, возник отдел, особая канцелярия, всего в этом отделе 300 человек. Они занимаются выявлением факторов коррупции, выявлением факторов мошенничества, в том числе и связанных с деятельностью государственных служащих. Ну и самое главное, это превышение служебных полномочий, то есть факторы превышения служебных полномочий и так называемая бесхозяйственность. Ну, на нашем, на русском языке это называется низкое служебное соответствие. Итак, и второй человек, это Стив Буччи. В Соединенных Штатах есть Институт стратегических исследований, по-другому это называется фонд наследия. Вот этот человек был в прошлом дипломатом, вот эти два человека так или иначе влияют на нашу деятельность, на деятельность нашей компании. Какое отношение эти известные в США и в Арсене люди имеют к нашей компании? Ну, Вероника, самое прямое. Ну, вот, допустим, если взять Стив Линника, это его отдел, да, то они занимаются фактически контролем. То есть это единственная контролирующая организация, которая курирует и следит за работой 260 посольств. То есть 300 человек в этой организации фактически контролируют деятельность эмиграционных офицеров, дипмиссии и так далее. Вот, а Стив Буччи, он делает статьи, но они фактически занимаются стратегическими исследованиями, в том числе и в международных отношениях. И, конечно же, так или иначе затрагивают работу, опять же, тех же американских дипмиссий. Илья, можно подробнее обидеться на этот вопрос? Да. Вот меня вообще на самом деле всегда волновал вопрос компетенции эмиграционных офицеров. Ну, представляете, да, там, допустим, с одной стороны заявитель, который готов, да, который, там, долгие месяцы готовился к американской визе, у него все в порядке, у него прекрасный кейс, прекрасная деловая активность, он выезжал за рубеж, у него семья, там, да, у него, там, может быть, ипотека, у него бизнес, он участник всяких разных некоммерческих организаций, в том числе и политических партий, такое тоже бывает. Вот, а с другой стороны, человек, да, которого проконтролировать может всего-навсего, только 300 человек, мы об этом скажем позже, вот, за окном, человек за окном, да. Да, и вот эти два человека встретились. Первый заявитель, который по всем параметрам международного права, по всем требованиям американского законодательства, он, в принципе, как заявитель, как человек, которому нужна виза, то есть, проситель американской визы, он готов, да. С другой стороны, человек, но, тем не менее, из-за компетенции, такое бывает, я в самом начале сказал, наш заявитель получает отказ. То есть, ну, естественно, самые непосредственные отношения эти люди имеют, и так как они являются единственным контролирующим органом. Вот как раз вот здесь возникает вопрос, я изучал материалы, связанные с первым человеком, со Стивом Линником. Многие из вас знают, что он расследует уголовные дела, связанные с хищением. Вот сейчас, например, везде прогремел случай, когда адмирал и, по-моему, 5 или 6 офицеров ВМФ занимались коррупцией. Такие факторы выявляют и возбуждают уголовные дела. Не так давно прогремел случай, когда в посольстве США в Хошимине начальник отдела неиммиграционных виз, Майкл, фамилию не помню, можно посмотреть, занимался два года продажами виз, неиммиграционных виз. При этом, когда его уличили в этом, причем писали люди, которые получали отказы, им было непонятно, как так, мы вдвоем заходим, у меня все готово, у меня сильный кейс. И тут человек с пустым паспортом, и вдруг он получил визу. Ну, Хошимин, как бы городок не очень большой, и там все это расходится, слухи, выяснилось, что этот человек берет взятки. Средняя цена за визу была от 10 тысяч долларов и доходила до 25 тысяч долларов. Написали в генеральному консулу США, в Хошимине, написали послу Соединенных Штатов во Вьетнаме. Реакция была нулевая, еще целый год он работал в этом направлении, брал взятки. Причем с ним было два подельника, это два гражданина Вьетнама. Офис, у них был очень крутой офис, он располагался прямо неподалеку от посольства, вернее от консульского отдела посольства США в Хошимине. Мы там были, делали видео, сейчас там порядка 200-300 человек подают на американскую визу. Мы делали видео по этому поводу, можно посмотреть на нашем сайте. Итак, год прошел, после того, как его улечили во взятках, тем не менее он работал дальше. И только благодаря тому, что люди нашлись, те, кто в принципе написал на сайте, есть как раз вот сайт, называется Государственный департамент США, это инспекция. По-другому, так, в общем, офис инспектора, да, департамента конкретно Стива Линника. Вот здесь есть горячая линия, куда можно написать и обратиться ему по факту коррупции, по факту несоответствия служебных полномочий и превышения служебных полномочий. Итак, ему написали письмо, и он расследовал это дело, возбудили уголовное дело. Выяснилось, что у Майкла очень много недвижимости на Пхукете, причем элитной недвижимости. На его счетах обнаружили там 10-15 миллионов долларов. Ну, в общем, хорошо он себе жил, брал взятки. Но тут вот что выясняется. Самый главный момент, вот законодательство Соединенных Штатов наделяет вот этих людей, иммиграционных офицеров, очень большими полномочиями. То есть их решение нельзя спорить. Так называемая белая, либо светло-зеленая бумажка, отказ, который они выдают поголовно людям, да, по статье 214-б, его нельзя спорить. Они прям так и пишут вот в этом листке. То есть фактически решение иммиграционного офицера, оно является последней инстанцией. С другой стороны, нет фактически никакого контроля за их деятельностью. По той простой причине, что даже сам Стив Ленинг писал, и Стив Буча также писал в своих статьях, что не хватает денег, не хватает людей, не хватает инструментов для того, чтобы уличать данных людей в этих вот факторах незаконного обогащения, продаж, коррупции и так далее. То есть если вы столкнетесь с человеком, который, по вашему мнению, дал вам незаконно, на ваш взгляд, отказ, то это может быть так. По той простой причине, что их никто не контролирует. И если вдруг иммиграционный офицер попался на коррупции, на взятки, его начальнику за это ничего не будет. Вот теперь представь, как можно выстраивать иерархию, да, они, вот эти ребята, подстраиваются к менталитету любой страны, в которой они работают. Вот представь, они оказались там в стране, где коррупция процветает. Ну что, они не будут так работать? Естественно, будут. И вот когда у вас будет отказ, у вашего товарища будет отказ, там у второго, третьего, четвертого и пятого, вы будете искать возможность для того, чтобы преодолеть эту проблему. Ну и тут же найдутся люди, как, например, по примеру Вьетнама, два человека просто вам предложат там сумму 10 тысяч долларов. Если у вас был отказ, то это, естественно, будет больше. Вы обратитесь и все, и без проблем получите визу. То есть вот создана просто почва для коррупции. Вот. Какие еще вопросы? Я объясняю, что все вопросы, ответы я вместе сделала. У меня нет то, что ты сказал про инвестиционного офицера в последней станции без права обжалования. Это был мой вопрос потом про подстраивание менталитета. Это был тоже мой вопрос. Да, то есть опередил. То есть что можем сделать мы в компании, да? Вот, например, человек получил отказ. Мы сейчас активно применяем так называемое письмо сенатору. Мы делали видео из нашего офиса в Бруклине. Девочки Донара и Марина, Марина Паралигал, как раз рассказывала про то, как это действует, как они используют подобный инструмент. Они согласились нам помогать в нашей компании. То есть если у вас отказ, и отказ вы видите, что он незаконный, да? Там бывают случаи, когда, ну, очень нужно попасть в Соединенные Штаты, и этого сделать никак нельзя, потому что перед вами сидит человек, который, ну, занимает не свое место, да? Ну, хорошо, вы получили отказ, мы можем этот отказ описать. Мы можем взять веские причины, указать их в этом письме и написать письмо сенатору. Достаточно его резолюции для того, чтобы этот отказ был оспорен. То есть его просто отменят. Второй момент, конечно же, это написать письмо на имя Стива Линника. Открыта горячая линия, это все есть на сайте. Orgstate.gov Оик стоит, но я сейчас в конце этого видео, я обязательно дам эту ссылку. Вот. И здесь можно прям спокойно писать жалобу. Есть горячая линия, есть телефоны. То есть в этой жалобе просто нужно описать то, что вам не нравится, то, что, на ваш взгляд, незаконно. Вот. Либо, если вы знаете, что где-то что-то кто-то продает, там, виза и так далее. Вот. То есть наша задача, задача нашей компании – просто выявлять такие факторы. Потому что, так как мы работаем с, фактически, с бок о бок с этими людьми, конечно же, нам было бы приемлемо, чтобы эти люди работали честно. Чтобы они занимали свое место и были компетентны. Потому что, если посмотреть, как нанимают этих ребят, ну, это просто смешно. Зайдите на сайт посольства, допустим, США в Москве и посмотрите. Открытые вакансии. Младший сотрудник консульского отдела. То есть может любой человек прийти и любой человек фактически стать иммиграционным офицером. А что будет дальше, я уже рассказал. Итак, горячая линия. Ну, и третий вариант – это просто сделать новое обращение, заново обратиться за визой. В надежде на то, что вы попадете на кого-то другого. Но, если вся эта ситуация заправляет руководитель, то, естественно, его подчиненные делают так, как требуют директивы, которые устанавливают руководство. Так что здесь вариант бороться, бороться, бороться. Ну, а лучше всего, конечно же, есть особый режим въезда в Соединенные Штаты. Мы в следующем видео сделаем разъяснение, что такое въезд в Соединенные Штаты, например, территориальным, по территориальному режиму, по дипломатическому режиму, когда вы можете подавать на политубежище по трем направлениям – религия, политика и сексуальная ориентация в своей стране. Заходите на наш канал, заходите на наш сайт ucdefisvisa.com, на наш новый сайт migrantdefislawyer.com. Как раз в ней будет описана ситуация, связанная с особым режимом. На нашей странице Facebook, нашу группу ВКонтакте, в Twitter. Всем всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok